всем привет и добро пожаловать в новый выпуск с блок крипто на канале крипто commons в новом 2024 году и пока вы отдыхаете и наслаждаетесь новогодними каникулами мы неустанно трудимся для того чтобы вы были в курсе самых важных свежих и актуальных новостей из мира крипто и мы будем вам безгранично признательна если вы поставите под этим видео лайк напишите свой бесценный комментарий и подпишитесь на самый лучший канал в русскоязычном крипто пространстве но хватит о важном переходим к самому важному и так сегодня в выпуске важный сигнал джим крамер сделал новый прогноз по крипто а тем временем майкл сейлор закупает собственные биткоины на акции своей компании риски связанные с запуском и т.ф. свежее интервью глена гудмана авторы закрыты трейдер на блумберг т.в. фиделити утвердила комиссию на и т.ф. не дождавшись одобрения отсек а завершит наш выпуск обзор рынка от кевина свенсона оставайтесь с нами и так анти оракул по крипто джим крамер оптимистичен по биткоину но не в целом по крипто финансовый аналитик и ведущий cnbc mad money джим крамер изменил свою позицию в отношении биткоина назвав криптовалюту технологическим чудом которое никуда не денется однако у него был гораздо более медвежий взгляд на крипто пространство и он предсказал очередной слабый год для крипто рынков и тут можно было смело переходить к следующей новости если не несколько но если вы не знаете кто такой джим крамер во первых этот человек который сделал огромное количество предсказаний по крипто большая часть которых как бы не сбылась но не просто так а совершенно в противоположном направлении таким образом его предсказания не просто не сбываются а сбываются но наоборот и знаешь дорогой зритель буквально в момент подготовки этой новости биткоин внезапно и хорошенько пролился джим тебе плюс в твою антистатистику а тебе дорогой зритель скажу следующее если смотреть на график страшно и ты чувствуешь слабость биткоина значит ли до закупки это отличный момент обычай рынок продолжается но конечно же это не финансовый совет просто именно так и работает человеческая психология а джим крамер скорее отличный индикатор толпы более подробно мы об этом поговорим в конце выпуска а сейчас движемся дальше майкл сейлор продает акции microstrategy на 216 миллионов долларов чтобы купить биткоин согласно заявке поданы в комиссию по ценам бумагам и биржам сша 2 января 2024 года сейлер продает 315 тысяч акций microstrategy это решение было принято на фоне значительного роста цен на акции microstrategy за последние несколько недель в недавнем разговоре майкл сейлер сказал что в 2014 году ему был предоставлен опцион на 400 тысяч акций microstrategy он сказал что срок действия опциона на акции истекает в апреле 24 года если он не решит его реализовать к этому времени поэтому объяснил он реализация этого опциона позволит ему лично купить больше биткоинов на самом деле ничего здесь страшного нет топ-менеджеры зачастую продают акции своих собственных компаний для того чтобы купить что-то еще понимая выгоду от сделки но как ты думаешь дорогой зритель что будет покупать в этой ситуации майкл сейлер если он учредил даже целую компанию основной целью которой является расширение в своем портфеле доли биткоина конечно мы никогда это не узнаем со стопроцентной вероятностью потому что кроме биткоина это может быть все что угодно включая даже акции самой microstrategy после вполне вероятного обвала в том случае если сек замедлит одобрение и тиф так что очень даже вероятно что такой гигант рынка как майкл сейлер это прекрасно понимает и уже сейчас хеджирует свои риски и кстати более подробно о рисках связанных с принятием и тиф я расскажу тебе в следующей новости к которой сейчас и перехожу и что там у нас по и тиф давайте мы об этом послушаем в свежем интервью на bloomberg tv автора книги за крипто трейдер глена гудмана вот именно это меня больше всего и беспокоит это как будто ситуацию которой оба исхода проигрышные ведь если мы с вами получим одобрение и тиф то вероятно вся эта информация уже включена в текущую цену но если мы их не получим то вообще неизвестно чем все это кончится да вот мне тоже интересно насколько может упасть цена биткоина в том случае если эти этиф не будут одобрены о которой мы говорили без заключения бы и принято на основании того что ожидает и чувствует рынок при этом как мы с вами знаем а гарри генслер и не стеснялся в заявлениях о том что собирается закрыть эту индустрию да абсолютно верно ведь это один из факторов о котором я думаю люди забывают ведь у нас только было позитивных сообщений например кати вуд где совершенно недавно она говорила о том как много происходило совещание за закрытыми дверьми за последние праздничные дни между заявителями представителями сек где обсуждались различные технические аспекты что может показаться звучащим буквально как будто все уже на мази но ведь мы хорошо знаем гарри генслера он же никогда не бывает прямолинеен ведь правда так что он является непредсказуемым фактором и к сожалению он здесь босс поэтому если вдруг он решит что нет пока это не готово и нам понадобится сделать еще больше шагов например нам нужно будет сделать как сказал парень из битгоу о возможном разделении между биржами и ответственным хранением каком-то очень ярко выраженном в виде что-то типа того может быть все что угодно что может просто вылиться в задержки если у большинства сложится впечатление того что эта задержка будет бесконечно долгой они просто лишь завершение парочки моментов то все может стать очень плохо и ты спрашиваешь меня как низко может упасть bitcoin то могу сказать что мы ведь знаем в предыдущем опыте что когда цена биткойна падает она иногда может так сильно упасть что даже фондовых рынках такое происходит крайне крайне редко о глен большое тебе спасибо что подкинул немножечко сомнений но дорогой зритель тебе не стоит беспокоиться ведь мы прекрасно знаем что в мире крипто бывает все что угодно и если сейчас слушая эти новости ты начинаешь переживать и сомневаться то это нормально ведь именно так в крипто рынке и происходит ведь именно поэтому он и называется высокорисковый но не стоит так переживать чтобы тебе не потеряться оставайся на канале крипто коммонс а для этого подпишись и нажми на колокольчик тогда ты будешь всегда в курсе самого главного и точно не пропадешь но не забывай не финансовый совет fidelity сообщила о комиссии биткоины тефть на 39 процента до одобрения заявки сек в то время как комиссия по ценным бумагам и биржам находится на грани одобрения первой волны биткоин и тиф эмитенты стремятся получить преимущество в привлечении инвесторов конце декабря два крупнейших эмитента fidelity и galaxy инвеско опубликовали подробную информацию о своих комиссиях а многие эмитенты назвали уполномоченных участников подготовив почву для битвы за получение статуса первопроходца и с тех пор как близнецы уинклвоз впервые подали заявку на одобрение в 2013 году сек отклоняла заявки ссылаясь на незрелость биткоина рынка и возможность его манипулирования однако после того как грейскейл выиграла в 2023 году важное судебное дело против агентства сек дала понять о своем намерении открыть шлюзы для инвестиционного механизма основанного на отслеживании текущей цены биткоина два эмитента опубликовали подробности о комиссиях которые они будут взимать с инвесторов за и тиф ключевом элементе который может определить наиболее популярные варианты в конкурентной сфере инвеска galaxy объявила что откажется от комиссии за первые шесть месяцев работы и за первые 5 миллиардов активов после чего будет взиматься комиссия в размере 0 59 процента fidelity объявила что ее комиссия составит 0 39 процента здесь много информации но я вам сейчас все объясню дело не в том что и тиф ожидают уже 10 лет и не в том что комиссии кажутся конскими дело совсем в другом вы только вдумайтесь в те пороги которые выставляют эти компании просто попробуйте оценить этот масштаб и даже если представить что в текущей цены биткоина уже заложено одобрение и тиф то непосредственный приток огромного капитала в этот рынок действительно может забросить цену биткоина на невероятные высоты но не обманитесь и запомните главное рынке хаотичные а крипто рынке вдобавок и невероятно волатильная так что даже самый основательный анализ может оказаться частичкой большой толпы а как мы с вами знаем успешный трейдинг это движение против нее так что думайте своей головой и запомните это не финансовый совет и завершает наш выпуск аналитика рынка от кевина свенсона на момент подготовки этого выпуска цена биткоина на первый взгляд неплохо скорректировалась но даже при этом недельная свеча осталась зеленый остановившись на отметке 42 420 долларов что на 140 долларов выше цены открытия но это детали давайте послушаем что нам скажет кевин свэнсон кевин тебе слова всем привет давайте с вами посмотрим на недельный график для биткоина и если мы на него посмотрим внимательно то поймем что мы находимся на довольно своеобразной позиции мы находимся над уровнем в 70 на недельном rsi мы на самом деле отскочили от уровня в 70 на последней неделе и последний раз когда мы были в этой зоне был 2020 год у нас был период около 25 недель где мы удерживали выше 70 на индикаторе rsi и спустя 25 недель после этого пробоя тренд умер и скатился вниз а 25 недель это ведь практически полгода и сейчас мы с вами находимся в той же самой ситуации и если приколоться и отмерить 25 недель то это нас приведет на самом деле в апреле этого года прямо к халвингу что довольно интересно сможет ли биткоин удержать этот уровень аналогично тому что было прямиком до халвинга может быть это спекуляция а может быть это и есть на самом деле что произойдет вот почему сейчас я поднимаю данную тему так как это довольно серьезная тема и это я думаю что будет довольно легко узнать если мы получим коррекцию ведь многие интересуются когда же произойдет это чертова коррекция что ж если мы не сможем удержать уровень 70 то в такие моменты и образуются коррекции вот тогда мы и начнем хорошее движение вниз но пока мы отскакиваем от уровня 70 у нас сохраняется то что я называю мощным трендом в этой ситуации нам следует ожидать сохранения тренда но если мы не удержим 70 и поедем ниже скажем сначала отскочим от него а затем пробьем его и поедем вниз то в этом случае и следует ожидать нашу коррекцию в этой ситуации мы скорее всего увидим ужасные ликвидации если не сможем удержать и пробьемся под уровень 70 и я задавался вопросом а как это может все-таки закончится при этом оставаясь бычей ситуацией что ж если мы вернемся в 2016 это то что произошло на нашем пути к историческому максимуму здесь мы с вами говорим о скажем 40 процентом движений вниз на восходящей трендовой линии если биткоин сделал вот такое движение то есть прямо здесь тоже около 40 процентного падения 39 процентов так что ребят это обычное дело и вы определенно должны быть к нему готовы и возвращаясь к тому моменту как раз когда я говорил о том как все начинают смотреть на ситуацию побычья все только и говорят об одобрении тиф обычай заговорил джим крамер люди заходят сделки с плечом покупая повсеместно биткоин но если мы с вами продолжим наше движение вверх вот в этой зоне что означает чуть ниже 60 то есть где-то между 57 или даже 57 с половиной до примерно 60000 то это и станет зоны значительного сопротивления прямо здесь поэтому если у нас получится увидеть одобрение и тиф и плюс памп той самой бычьей спекуляций когда все буквально побегут в рынок закупаться и что будет сопровождаться вознаграждениями то рынок станет очень сильно перегружен верхней части и если мы достигнем этой зоны перед предшествующей коррекции то на мой взгляд мы с вами увидим хороший такой слив перед тем как зарядимся на движение к историческому максимуму такой хороший итоговый слив это возможно это всегда возможно кевин дружище большое спасибо разжевал и разложил все по полочкам а вам дорогие зрители большое спасибо за просмотр и если вам этот контент нравится то не жадничайте и поделитесь вашим лайком а будет еще лучше если вы подпишитесь на канал а в комментариях напишите что вам зашло а что не очень мы их обязательно прочитаем и учтем в подготовке следующего выпуска всем спасибо и всем пока а